Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Тайна Коко. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Кубо. Легенда о самурае 2016 года. Кубо – наследник великого рода, но когда возвратились духи прошлого, жаждущие мести, на его защиту отважилась встать лишь странная парочка хранителей. И теперь для Кубо единственный шанс на спасение – найти магические доспехи отца, легендарного самурая. Твое имя. Девушка из японской провинции, юноша из Токио, обнаруживают, что между ними есть странная необъяснимая связь. Они начинают чувствовать друг друга через сны. Книга жизни. В мультфильме описывается романтическая история любви. На фоне празднования Дня мертвых в Мексике. Труп невесты. 2005 года. Действие развивается в европейской деревушке 19 века. Главного героя, молодого человека Виктора, силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном трупе невесты. В то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в царстве мертвых оказывается много интереснее, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что, ни в одном из альтернативных миров. Корпулация монстров. 2001 года. Склистский гад в сливном бочке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из маленького цветочка, гигантские мокрицы под кроватью. Все они существуют на самом деле. Все, что им нужно, пугать детей. Потому что из детских криков они получают электричество. В полнометражный мультфильм рассказывает о кризисах в мире монстров, их жизни. Но однажды, вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой. В их мир попадает ребенок. А с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров. Кошмар перед Рождеством. 1993 года. Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, где живут мертвецы, уродцы, чудовище во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Под Рождество Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что есть где-то радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство, дарить людям счастье. И он похитил Санта-Клауса и заняло его место. Результаты были, правда, самые плачевные. Да и подарки его никому, мягко говоря, не понравились. Но он все понял и исправил свою ошибку. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.